Поведение Запада по отношению к России это объявление войны, заявил глава ВТБ Андрей Костин во время визита российской делегации на экономический форум в Давосе. Он также предупредил о нарастающей угрозе военного конфликта в Европе. Запад ведет войну не информационную, а по всем фронтам против России. Словно в подтверждение опасений российской делегации на все том же Давосском форуме экс-глава Пентагона Эштон Картер призвал НАТО разработать план боевых действий против России. К чему приведет западная русофобия? Смотрите прямо сейчас, почему российская делегация в Давосе открыто заявила о нарастающей угрозе военного конфликта в Европе. Соединенные Штаты Америки действующая российская власть не устраивает. Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую подлодку. Как Швеция из-за русофобии вышла на первое место в мире по затратам на одного военнослужащего? Запад вооружается, вооружается очень сильно, необоснованно. И почему лидеры Европы все жестче ведут себя с США? Европа очень злит сейчас Соединенные Штаты, потому что она не хочет действовать по сценарию США в отношениях с Российской Федерацией. Теория заговора. Давос и ныне там. Чем еще нас хотят напугать? Последние переговоры враждующих генералов перед началом сражения. На это Всемирный экономический форум в Давосе походил гораздо больше, чем навстречу лучших экономистов планеты. Нам и нашим коллегам из НАТО необходимо разработать план военных действий против России. Именно такое заявление на форуме в Давосе сделал экс-глава Пентагона Эштон Картер. Нас пытаются преподнести в другом мире, в других странах, как страну-агрессоры, как страну-аннексоры и так далее. То есть создает, культивирует образ врага. Картер отметил, что США не рассматривали Россию как военного противника с момента падения Берлинской стены. Но за последнее время ситуация якобы изменилась. И теперь необходимость военного плана на случай войны с Россией, цитируем, стоит остро. У них закончились обычные инструменты, обычные аргументы закончились. Ну, то есть, в принципе, российская экономика не рухнула. Остается последний аргумент, военный аргумент. А военный аргумент, вот так просто применить против Российской Федерации, ну, невозможно. Напасть на Россию ни с того ни с сего. Что может быть? Провокация. Вот миротворцев из НАТО, например, на Украину. Все. И вот тебе реальное столкновение войск НАТО и Российской Федерации. 23 января 2018 года глава ВТБ России Андрей Костин предупредил о растущей угрозе военного конфликта в Европе. Мы находимся в начале новой гонки вооружений. НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе. Мы видим, как сейчас активно фаршируется Прибалтика не только живой силой, НАТОвскими солдатами, конкретными видами вооружений. Мы видим, что происходит на Украине. Мы видим, что джавелины уже поставляются в Грузию. А в какой-то момент все эти костры, ну, с помощью чьей-то провокации, западной в частности, их можно будет поджечь одномоментно. Если кому-то кажется, что Андрей Костин сгущает краски, то напомним, что западные журналисты, политики и генералы пугают Европу войной с Россией с тех пор, как Крым вернулся в состав нашей страны. Например, 25 января журнал National Interest вышел со статьей о том, как гипотетически может начаться ядерный конфликт НАТО и России. Ничего нового журналисты не придумали. Москва якобы захочет захватить страны Прибалтики. Об этом же говорит и бывший глава Пентагона Эштон Картер. Нам нужна схема на случай вторжения зеленых человечков в прибалтийские государства. Это Джеймс Мэттис, преемник Эштона Картера на посту министра обороны США. 27 января он заявил, что США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны, в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве утрачиваются. На фоне подобных заявлений стрелки часов судного дня, которые символически отображают, насколько мир близок к ядерной катастрофе, были переведены на полминуты вперед. Теперь они показывают 23.58, то есть две минуты до конца света. Запад вооружается, вооружается очень сильно, необоснованно. Размещение в Европе тяжелых видов вооружений. Никогда такого не было, американских. Огромное количество, уже на несколько бригад. Создание новых военных баз Соединенных Штатов Америки. На территории Румынии и Болгарии, трех государств Балтии и Польши. В последний день работы экономического форума в Давосе стало известно, что США расширили санкции против России. За несколько дней до этого глава ВТБ Андрей Костин заявил о главной цели подобных действий Вашингтона. Я думаю, что страны Запада хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтобы она сменила правительство и президента на кого-то более подходящего для них. Американцы играют с огнем. Да, это в чистом виде направлено на слом действующей российской власти, на приведение к власти каких-то других людей. Соединенные Штаты Америки действующая российская власть не устраивает. Им это надо для того, чтобы ослабить Россию как геополитического конкурента. Это война с холодной, геополитической, с Соединенными Штатами. И в этой войне надо победить. Больше всех новым антироссийским санкциям обрадовался Петр Порошенко. На своей странице в сети Facebook он даже предложил странам Запада создать новую коалицию против России. Россия развернула необъявленную войну против нас всех. У нас должна быть общая коалиция, общий ответ и общая программа, чтобы противостоять агрессии. Вы думаете, что Порошенко какой-то там патриот Украины? Порошенко на Украине работает вахтовым методом. Закончилась работа, получил медаль от Соединенных Штатов Америки, пошел на пенсию. В коалицию, которую предлагает создать Петр Порошенко, раньше всех, похоже, может вступить Великобритания. 26 января 2018 года министр обороны этой страны Гевин Уильямсон заявил, что Москва якобы планирует разнести в клочья инфраструктуру Англии и тем самым спровоцировать тысячи и тысячи смертей. За три дня до этого страшной русской угрозой англичан пугал начальник британского генерального штаба Ник Картер. Могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко, их генштаб способен меняться, развиваться и с легкостью усваивать уроки. Сейчас Трамп заставляет европейцев тратить больше на оборону, чтобы уменьшить расходы на оборону бюджета Соединенных Штатов. Все политики Европы знают, что русофобия – это товар, который сегодня продается лучше, чем нефть или газ. Как вы думаете, какая страна мира находится на первом месте по затратам на одного военнослужащего? Это не США, не Китай и не Россия. Правильный ответ – Швеция. А все потому, что она из года в год тратит колоссальные деньги на поиск вездесущих российских подводных лодок. До сих пор не нашли. Ищут, ищут, тратят огромные средства. Так же, как лохнецкого чудовища. Ищут, ищут, никак не могут найти. Регулярно шведскому военно-политическому руководству подбрасываются такие вещи, что Россия готова оккупировать Швецию, захватить Стокгольм. Зачем? У нас что, своей земли мало не хватает? Лезть куда-то еще. Отнюдь. Это шведский журналист Матиас Йоренссон. Недавно он опубликовал книгу об антироссийской военной истерии на его родине. Он провел исследование, в ходе которого выяснил, что только с 1980 по 1995 год власти зарегистрировали 6437 сообщений о наблюдении российских подводных лодок у берегов Швеции. Хотя ни один из этих сигналов не подтвердился, власти страны из года в год поддерживают миф о русских субмаринах-шпионах. Каждый швед знает кого-то, кто видел русскую субмарину. То есть это большой культурный феномен. В Швеции было несколько волн паранойи, которые были совершенно необоснованы. Но никто официально не заявил, что это были просто вспышки массовой истерии. Пример Карла Бильта и премьер-министра из Швеции, он в этом плане показательный. Все 90-е годы он говорил о том, что существует русская угроза, что русские шпионят за нами, и что русские агенты, они фактически везде. Был проведен такой масштабный тендер в Швеции, и были расположены на побережье системы для прослушивания моря. Звуки записали, даже составили целый отчет, направили ноту протеста в Кремль, к Ельцину. Наши военные это все проверили и услышали, что, оказывается, записали-то звуки не подводных лодок, о которых уже трубила шведская международная пресса, а это оказались куницы. Факт, конечно, забавный, но это говорит о такой своеобразной, что ли, шизофрении. Смотрите далее. Почему лидеры Европы все жестче ведут себя с США? Европа очень злит сейчас Соединенные Штаты, потому что она не хочет действовать по сценарию США в отношениях с Российской Федерацией. И каковы главные итоги Всемирного экономического форума в Давосе? Форум в Давосе был бенефисом Трампа. Теория заговора. Давос и ныне там. Чем еще нас хотят напугать? Семь вертолетов и взвод автоматчиков. Визит Дональда Трампа в Давос местные жители запомнят надолго. За последние 20 лет этот экономический форум посетил только один президент США, Билл Клинтон. И лишь один раз. Но когда туда прилетел Трамп, он сразу дал понять каждому, кто тут главный. Автомобиль из кортежа президента чуть не сбил местного полицейского. А во время своего выступления перед лидерами Европы Дональд Трамп не удержался от того, чтобы не напомнить им, кто тут хозяин. Как президент США, я всегда буду ставить Америку на первое место. Точно так же, как поступили вы главы других государств. Но сначала Америка не означает только Америка. Когда есть рост в США, весь остальной мир тоже растет. Европейские политики два дня мрачно ждали выступления Дональда Трампа. Политика президента Дональда Трампа Америка в первую очередь угрожающе нависла над международным экономическим форумом в Давосе в среду, когда европейские лидеры били тревогу по поводу будущего глобализма. Попытки манипуляции вот этим мировым процессом со стороны США не снизились. Вот это обещал Трамп, кстати, да. Он совершенно не выполнил эти обещания, а только усилились. Просто они стали менее предсказуемы, менее адекватны. Но Трамп, тем не менее, считает, что он лучший президент США. Лидеры Европы в Давосе в один голос заявили о необходимости сохранения единой мировой торговой системы. А Дональд Трамп, наоборот, вводит таможенные пошлины в пользу США. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о серьезном кризисе глобализации, а Ангела Меркель и вовсе о необходимости создания европейской альтернативы блоку НАТО. Европа привыкла полагаться на США, но сейчас, когда США сосредоточились на самих себе, мы должны взять нашу судьбу в свои руки. Форум в Давосе был бенефисом Трампа. Евросоюз всерьез напрягся, когда пришел Трамп, исходя из его тезисов о том, что Европа должна постоянно платить Белому дому, Вашингтону, США. Трамп, в общем-то, наступает фактически своим ботинком на Евросоюз. Эксперты утверждают, что главный итог Давоса 2018 это демонстрация всему миру, что Европа и США идут в разные стороны. И былое западное единство становится все более призрачным. Европа очень злит сейчас Соединенные Штаты, потому что она не хочет действовать по сценарию США в отношениях с Российской Федерацией. Но вообще европейцы уже говорят о том, что если США будут продолжать в таком же духе действовать, то они готовы объявить санкции против Соединенных Штатов, говорит Евросоюз. Президент России второй год подряд не посещает форум в Давосе. Оппозиционные политики сразу увидели причину в том, что, мол, Россия находится в международной изоляции. Но когда в этом году в Давос демонстративно не приехал и глава КНР Си Цзиньпин, эта версия рухнула. Кому в голову придет утверждать, что страны Запада изолируют Россию и Китай? Мы сами уже как-то очень скептически на это все смотрим. Те, кто собираются в Давосе, они хотят съесть Россию. Мы не даем им это сделать. Лидеры России и Китая в Давос ехать отказались. Зато там побывал Петр Порошенко. Политологи поясняют, что одни политики едут в Давос, чтобы покрасоваться перед камерами, попросить денег и ради коллективной фотографии на память. К этой категории относят, например, Петра Порошенко. Порошенко едет здесь с одной целью – попросить денег. В такие страны, как Мальдивы, он едет их тратить. Во все остальные он едет их просить. Почему нет? Это самое лучшее место для выпрашивания денег. Другие политики – к ним относятся Меркель, Макрон и Трамп – едут в Давос для обсуждения реальных мировых проблем. Главы России и Китая не поехали на форум в Давосе, потому что было очевидно – Трамп намерен разрушать единую мировую торговую систему, что он и доказал своим выступлением. Сейчас идеальное время для того, чтобы переместить ваш бизнес, ваши рабочие места и ваши инвестиции в Соединенные Штаты. Давосский форум собирает политиков и экономистов всего мира с 1971 года. Вы можете вспомнить хоть одно важное решение, которое было бы принято на этом мероприятии. Вот и на этот раз главное, чем запомнится форум – это новыми носками премьер-министра Канады – желтые уточки на фиолетовом фоне. А еще он запомнится тем, что самый умный робот в мире, специально привезенный из Гонконга, перегорел, когда ему спросили, что делать с коррупцией на Украине. Все ожидали встречи Трампа и Порошенко. Но, опять же, не все. Порошенко ждал точно, а нам было интересно понять, о чем же они там будут говорить. Здесь понятно, что Украина ждет поддержки и помощи от Соединенных Штатов. Порошенко понимал и понимает по-прежнему, что нынешняя американская администрация не настолько увлечена в украинский кризис, как администрация Обамы, которая фактически его родила и поддерживала всячески. Хотя Петру Порошенко не удалось встретиться с Дональдом Трампом, он провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тема – поставки оружия на Украину для защиты от пресловутой российской агрессии. В Давосе был еще один человек, который пытался превратить экономический форум в саммит НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий объявил Россию самой большой угрозой для его страны. Старый избитый прием. Это делается для того, чтобы наоборот самим скинуть, смести неугодных лидеров, и Америка постоянно вмешивалась и будет вмешиваться. Для защиты от России Польша решила приобрести 16 американских комплексов ПВО «Патриот». В Варшаве привыкли, что им обычно платят за русофобию. Но тут неожиданно оказалось, что новая американская администрация сама собирается зарабатывать на страхе перед Россией. Заместитель министра обороны Польши Барта Шковнацки признался, что его неприятно удивила цена американских ракетных комплексов «Патриот». Вместо 7 миллиардов долларов от Польши запросили 10 с половиной. А от шведов американские оружейники и вовсе требуют 3 с половиной миллиарда долларов вместо первоначальных 1 миллиарда 300 миллионов. Американцы, начиная с момента образования Соединенных Штатов как независимого самостоятельного государства, вмешивались во внутренние дела других государств 563 раза. Это подсчитали американские историки и ученые. Если разделить эту цифру на количество лет, сколько существует американское государство после его формирования, получается, что американцы вмешивались во внутренние дела чужих государств в среднем 2 раза в году. В середине января стало известно, что конгрессмены США подготовили законопроект о введении очередных санкций против России. На этот раз за вмешательство в выборы других стран. Вы еще не в курсе? Теперь вездесущие русские хакеры приводят к власти своего человека в Мексике и Колумбии. Об этом заявили советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер и бывший замминистра обороны Фрэнк Мора. Если бы Россия вмешивалась активно во внутреннюю политику Мексики, тогда бы сейчас не натовские войска стояли фактически по периметру Российской Федерации, а армии Российской Федерации в Мексике и Канаде, вокруг Соединенных Штатов Америки. И поскольку такой картины мы не наблюдаем, наши армии там не стоят, мы наблюдаем прямо противоположную картину, то такие заявления, они в общем-то выглядят, но как минимум достаточно странно. Смешно не только нам. Один из основных кандидатов на пост президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадор заявил, что его настоящее имя Андрес Мануэлович. И вообще, он ждет из Москвы подводную лодку с золотом. Социологи всегда говорили, что нужно играть на примитивных эмоциях толпы, наиболее глупых, наиболее шизофреничных. И вот политик, который говорит о русской угрозе, он условно превращает свой электорат в таких шизофреников, которые должны верить во всякий этот бред. Даже в США некоторым журналистам очевидно, что антироссийская истерия зашла уже слишком далеко. Вот что пишет газета Лос-Анджелес Таймс. У нас выработалась всенародная одержимость России. Дня не проходит без длинных статей и долгих эфиров, посвященных очередному российскому проступку. Наше правительство наложило на Россию санкции, отправило оружие Украине и Грузии. При этом мы все так же далеки от того, что хотим получить, и по-прежнему не знаем, как это сделать. Россия всем, всему миру показывает, и прежде всего участникам Давосского форума, что она и близко не является никаким агрессором, оккупантом и так далее, и так далее. То есть она ведет себя спокойно и готова к какому-то разумному, взвешенному диалогу, выгодному для всех сторон. Необоснованные обвинения и антироссийские санкции позицию нашей страны не изменят. И сейчас, когда мы видим, как усиливается ссора Трампа с лидерами Евросоюза, появляется шанс, что здравый смысл возобладает хотя бы в Берлине и Париже. И тогда у политиков и экономистов России снова будут реальные мотивы приезжать на международные форумы вроде Давоса.